Всех приветствую на своем канале. Сегодня я хотел бы немного расширить тематику своих обзоров масштабных моделей и включить в них еще и самолеты времен СССР. Этот видеоролик будет носить общий обзорный характер с лирическими отступлениями и дальше периодически я постараюсь рассмотреть каждую модель отдельно как с точки зрения исторической справки о реальных самолетах, так и в контексте самой масштабной модели и ее особенностей. Если масштабные модели автомобиля мне были близки с самых ранних лет, то с самолетами дело обстоит совсем иначе. В детстве у меня если и были несколько самолетов, то сугубо пластиковые, игрушечные и до настоящего времени они даже не дожили. И самолетами с точки зрения их коллекционирования я никогда не увлекался. Может быть один или два раза склеивал пластиковые самолеты по частям из набора Собери сам, но не более того. Однако с самого детства я помню, что у моего деда, бывшего работника авиазавода, стоял на серванте в коробочке металлический самолет Ла-5, который ему в честь какого-то события подарили сотрудники. От деда этот самолет достался впоследствии сначала моему папе, а потом уже и мне. Он долгое время стоял у меня без дела и должного внимания, так как я думал, что этот самолет какой-то самодеятельный, или заказной, больше таких наверное нет. Самолет этот до наших дней дожил с потерями, но в принципе восстановлению подлежит. Чем я скоро займусь, как куплю нужные детали. И вот занимаясь поисками себе в коллекцию масштабных моделей автомобилей, я заметил у одного продавца еще и почти целую коллекцию подобных металлических советских самолетов в масштабе 1 к 72 времен СССР. Я был очень удивлен, так как даже не предполагал, что оказывается эти самолеты также выпускались в промышленных масштабах для коллекционеров или на сувениры. Начал искать по аукционам и разным интернет площадкам и действительно увидел, что в продаже они встречаются, хоть и не так часто, как масштабные модели автомобилей. Поначалу я хотел просто найти недостающие детали для самолета Ла-5, которым я достался от деда, и на этом закрыть этот вопрос. Но по мере поиска деталей я чаще находил непосредственно сами самолеты, причем иногда по довольно скромной цене, если сравнивать с масштабными моделями автомобилей. Как оказалось, что гораздо проще купить полностью целый самолет, чем искать запчасти для восстановления поломанного, так как в основном у этих металлических самолетов отламывались и терялись одни и те же детали, закрылки, шасси, лопасти пропеллера. И в интернете в основном если продается самолет на запчасти, то как раз их и не хватает. Но все же иногда сгорячая покупая недорого доноров в надежде, что найду для них когда-нибудь нужные запчасти и восстановлю их. Конечно, тема самолетов это совсем иная ветвь коллекционирования, которая требует особого вдохновения и любви к этой технике. Кроме этого, модели самолетов в своем большинстве занимают немало места, даже в масштабе 1 к 120, что накладывает ряд ограничений и требований к их хранению, особенно учитывая хрупкость отдельных деталей самолетов. Учитывая тот факт, что к авиатехнике особого трепета я не испытываю и места для их хранения у меня недостаточно, то я решил пока ограничиться только металлическими самолетами производства СССР в масштабе 1 к 72. Хочу иметь хотя бы по одной модели в полностью комплектном состоянии, так как в некомплектном состоянии у меня уже есть значительно больше. Возможно, этот выбор я сделал потому, что самолет Ла-5 моего деда оставил какой-то отпечаток моей памяти и хочется его памятный подарок окружить подобными сувенирами того периода. Может быть, как и с советскими масштабными автомобилями, так и с самолетами, мысленно возвращаешься в детство и чувствуешь себя счастливым мальчишкой с дорогими игрушками. Короче, компенсирую сейчас то, чего хотелось, но не хватало в детстве. Кстати, материалы, из которых делали эти советские масштабные модели самолетов, уж очень по своему качеству похожи на те, из которых делали и модели автомобилей в 43 масштабе. Даже в руках как-то похоже они ощущаются, и краска по цвету, и качество такая же, и пахнут даже очень похоже. В итоге, сам того не заметив, я стал немного собирать эти сувенирные самолеты. Качество их исполнения добротное, и если самолеты не давать играть детям и не ронять на пол, то срок их жизни будет долгим. Прежде всего, страдают у них лопасти пропеллера, закрылки, кабина пилота, имитация оружия и шасси. Все остальное стойко выдерживает детский натиск по простой причине, больше ломать там нечего. Есть, конечно, некоторые модели, которые ломаются везде, например, вот этот здоровяк МБР-2. У него почти все выступающие детали легко отламываются, и материал уже очень хрупкий для его размеров. Потому найти его в идеальном состоянии сегодня непросто. Встречается у самолетов и разрушение самого металла из-за так называемой цинковой чумы. И это тоже не редкий случай. В моей небольшой коллекции на момент выхода этого ролика присутствуют почти все металлические модели советского периода в масштабе 1 к 72, которые возможно встретить в продаже сегодня. Часть из них в идеальном состоянии, другая часть требует ремонта. Но самая главная цель достигнута, я их всех смог найти и собрать, так сказать, на одном аэродроме. Хотя еще год-два назад я о их существовании даже и не подозревал. Я имею в виду, конечно, не все абсолютно самолеты советского периода, а конкретного производителя. Информации по этим самолетам, их производстве, отличиям, модификациям очень мало в сети. Все приходится собирать буквально по крупицам методом сравнения своих и чужих моделей по фотографиям. Иногда на форумах проскакивает чьи-то наблюдения, а иногда такие же собиратели, как и я, делятся своими знаниями. На сегодняшний день в моей коллекции есть копии самолетов, почти все из которых произведены в Энгельском опытно-конструкторском бюро «Сигнал» в городе Энгельс. Если зайти на любой интернет-аукцион, то большинство металлических самолетов советского периода будут именно от этого производителя. У меня в разном состоянии сейчас находятся все известные мне на сегодняшний день самолеты от ЭОКБ «Сигнал» в масштабе 1,72, а это штурмовик Ил-2, истребители Як-3, Ла-5, И-16, И-153 и гидросамолет МБР-2. Из более редко встречающихся моделей есть у меня еще металлический истребитель-перехватчик Як-25, который производился на заводе «Радиоприбор» в городе Казань в масштабе 1,120. Также имеется металлическая модель реактивного истребителя МиГ-15, который производился на Кировском электромашиностроительном производственном объединении им. Лепсе в городе Кирово-Чепецк или сокращенно Кэмпо им. Лепсе. Каждая из моделей по-своему интересна, и в будущих обзорах я попытаюсь это показать, рассказать и поделиться с вами. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора по теме самолетов в моей коллекции. Надеюсь, эта тематика вам также будет интересна и познавательна. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и комментировать. По самолетам я знаю очень мало, потому не стесняйтесь меня поправлять, делиться своими знаниями и фактами. Будет интересно всем. Мирного неба над головой и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok